Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Так, заберем наши награды Вот так, в магазине... Что ты, ёппарсотэ Ой, сори, ребят Поперкнулся воздухом, бывает же такое, а? Так, крысиный король Давай, пойдем сразу на поединки Нам нужно сегодня... Блин, я в лиге Сеунов 2 звезды, сегодня что? Сегодня пятница Слушай, я успею Я должен успеть, я обязан успеть Так, ну и начнем Так, секунду, у них 57-56 уровень, поэтому здесь надо будет взять Кунаичи Да-да, я опять возвращаюсь к старой своей тактике Один боец, один путь Ну ты понял, я имею ввиду, что маленькие будем протаскивать за счет одного из прокачанных наших бойцов Если идти на равных, я уже миллионный раз говорил, ребята, что на равных с ними не получится здесь воевать Они тебе будут шваркать головой унитаз Ты будешь крякать, а они будут на тобой еще смеяться Поэтому лучше брать одного прокачанного бойца, желательно с сотого уровня, платиновый ранг, с прокачкой до шестого уровня скиллов И желательно имеющий массовую атаку, в которой ты, естественно, ребята, уверен Против 56-х ты на 100% уверен будешь Но когда пойдут 78-й и 79-й, тут, как ты знаешь, нужно взять уже два бойца Двух бойцов Второй бойец не обязательно должен быть сотого уровня Пускай он будет где-то уровня 80-85-го Но опять же, ребята, с массовой атакой И желательно, если есть какой-нибудь дебаф Типа, который вешает у нас, например, усаги Или супершрейдер Типа вот кровотечение, что-нибудь такое Лучше всего с постепенным уроном Поджог, кровотечение Но чтобы была возможность при том, когда враг начинает ходить Чтобы срабатывал постепенный урон, и он сразу же Вот типа вот здесь, вот так вот Что, если он начнет ходить Следующий его ход Он получает постепенный урон Так как у него еще мало здоровья, он тут же погибает Ну, хорошо, даже если он не погибнет По крайней мере, он получит существенный урон Тебе потом будет проще уничтожить его Так, ну что Все, три звезды, ребята, нас будет сейчас уже ждать Через пару поединков Давай возьмем Рафаэля, Донателло и Слушай, Рафаэль, Донателло Давай, наверное, вот так вот сделай Пока Рафаэль, Донателло Ну, Рафаэля в первую очередь, ребят Сразу же нужно ставить в провокацию Если ты успеешь, конечно Вот А Доником, естественно, делаем Массовый атаку Хотя Тут, как вариант, можно было бы сделать и Подожди, я не понял А Тьфу ты, я уже Я вначале не врубился Почему Сплинтер ударил Донателло Донателло Если на нем Нет провокации Но он же у нас контр-удар Имеет Контр-атака Давай его на носорог возьмем Взял на носорог Он вообще промахнулся Хотя Уровень, по-моему, там Отличался Ну, какого уровня у нас носорог был Пятьдесят седьмого А у него Микеланджело Какого уровня был Пятьдесят девятого Два уровня, ребята Если превышает Тебе персонаж Ты можешь по нему Просто не попасть Вот и все Вот тебе, ребята Вот она Школа жизни, блин Всего два уровня И Финита-ля Как говорится Вот здесь вот Мне не нравится то Что здесь Маузер Я знаю, что Баксерсток Нет, ну на сотке-то Он, конечно, будет первым ходить Потому что он выиграет За счет своей инициативы здесь Сотого уровня По отношению к ним Да и то Вон Шархан Семьдесятого И то, ребята Переплевывает его по скорости Прикинь Так Майки, естественно Зажигает свои Танцы с бубном Ну, запомни У Майки Зэка Кто у нас там еще? Алапекс Рафаэль У них, ребята, очень большая инициатива То есть они могут сходить первыми Даже несмотря на то Что у тебя там будет Персонаж Ну, сотый уровень, конечно, вряд ли Переплюнет Но есть такая вероятность Что, например Как у нас там было Сотого уровня Баксер А у него там По-моему Шестьдесят пятого уровня Микеланджело И он ходит намного быстрее Чем твой Баксер Алапекс Ну, с одной стороны Ребят, она хороша тем, что У нее фигенная инициатива Но Она плоха тем, что Может просто-напросто Не добить Вражеских персонажей Поэтому Запомни, что у Караки Тоже очень неплохая инициатива Ну, Алапекс Как мы видим Все-таки она Быстрее Вот об этом я и говорил Что она просто может Их не добить И тут, как говорится Уже идет В помощь Подстраховка Че так долго мы пробираемся К Сегунам Три звезды Я не пойму Очень медленно Ты знаешь, как Крадемся Так, сегодня пятница Сегодня должны доступные нам События быть Да, в пятницу У нас должны доступны быть события Поэтому сейчас посмотрим Что там у нас будет Плюс у нас открывается Возможность заработать Эксперт снаряжения Единственная проблема Это с С телепортами Ну вот Сегун Три звезды У нас откатов Всего лишь Десять Ну, давай я возьму Здесь Армагоны Раз, два, три Четыре Армагон Тут и один справится Ничего Ничего, как говорится Здесь Плохого Не предвидится Вот, два, три Вот, два, три Вот, все У них У них у обоих Не очень, ребята Сильные Массовые атаки Не очень сильные Но они друг друга Могут просто компенсировать За счет того, что Один из них Затормаживает противников Второй Поджигает То есть, как бы Вот таким вот образом Двое с массовыми атаками Не самые сильные По массовой атаке бойцы Но вдвоем Они компенсируют Одного сильного бойца Так, ну что у нас там дальше Вот, 16-22 Ну, здесь можно, например, взять Пиццелицева, допустим И Нашего Пучеглазова Пиццелицей бросит плюху Ну, и Джастину Просто надо будет сделать Прыжок веры, так скажем В наказание Ну А вот это проблема Джастин, ты серьезно, блин? Пипец, ребята Я офигею этот Джастин Медлительный, как таракан, блин Нет, друзья мои Не стоит вам брать Джастин Практически ни при каких условиях Если только каким-то третьим бойцом В сильной команде Ты видел? У него нет Инициативы Он безинициативный Он ватный Ватный, как Я не знаю, как валенок Сейчас бы просто мог сфейлиться Из-за него Вот, берешь Берешь Леонардо И Рафаэля И вообще, ребята, топ Почему? Ну, во-первых, у Рафаэля Неплохая атака Плюс у него По-моему, насколько я помню Ребят, самая мощная Самая сильная инициатива в игре Я вот, кстати, не сравнил его И его И Алапекс То есть, как бы Ну, я знаю, что у Алапекс Она даже переплевывает По-моему, из Эка По-моему, она даже Переплевывает Маузеров Ну, насчет Рафаэля Я не знаю Сможет ли она его По скорости переплюнуть Да, опять 16 Вот, 16-22 Так Раз, два, три Четыре Ну, давай возьмем кого-нибудь Ну, вот, супер Супер Шредер Супер Шредер Со своей Суперской атакой И плюс инициатива, ребят Но, если не завали Будет беда Так, постепенно урон Абсолютно на всех Так что Да Вот То, что сейчас произошло Я об этом говорил в самом начале Чтобы если есть постепенный урон То, в принципе И у него мало ХП Главное, чтобы у него было немножко ХП Где-то процентов Я не знаю, там 15-20 максимум От общего столбика Тогда постепенный урон Его полностью уничтожат Так Я вижу здесь Микеланджело 68-го уровня А, 60 Хотя Они уже приближаются К 70-ке Так что Вот Этих противников Уже не стоит, ребят Недооценивать Все, что выше 65-го уровня Уже серьезный противник Вплоть до 78-79 уровня То есть Тут уже не получится Как говорится Просачковать Мы сегодня В Лигу Мастеров Заберемся или нет Так, там опять Микеланджело Ладно У нас есть Достойный ответ Отпор 68-й Ну, он, правда 65-го уровня Поэтому Ну-ка, давай Крэнк Насколько вжарит Ну, всех он не убьет Это факт Забрай свои слова Обратно Я не ожидал, ребят Я думал, что сейчас Кто-нибудь уклонится Ну, как обычно Как мы обычно Это наблюдали Что кто-нибудь уклоняется Кого-нибудь не добиваем А он взял Просто их всех поджарил Ну, красавчик, красавчик Претензий не имеем Такс У нас с тобой Шапочный разбор остался, да? Ну Практически, да Подожди, я нахренаю Ладно Надежда на слэша Здесь надежда, ребят, на слэша Больше все-таки идет Давай сделаем, наверное, уклонение Не особо я уверен, что здесь мы Сразу их бомбанем Слэш Упс Тогда убираем отсюда, ребят Как можно быстрее лево Чтобы он не отхилял команду Дальше Крик души Донина, надеюсь, упадет Так, теперь этого Доника Вырубаем И кабан А кабан у нас еще и Инициативу потерял Слушай, а карайка, когда кричит Она что, помимо того, что Она носит Урон Она А это снимает с них Инициативу, что ли? Или мне показалось так? Ну не мог кабан Извини, у меня все сделали ход А кабан Только-только Начал набирать инициативу себе Ты видел, сколько у него Мало было, да? Мне почему-то показалось Что, наверное, карайка Карай-змея Когда кричит, она снимает Раз-два Три Ёк-макарек А вы-то как, ребята, здесь Заплутали-то, блин Пятьдесят седьмой уровень Да как вы сюда попали? Я, ребята, видимо, пролистал Слишком много Ладно, хорош Давай, Рафаэль первым Потом, надеюсь, Ванюша Сразу подключится Да, Ванька подключается Ну вот, ребят Арену на сегодня Мы завершили И причем без одной потери Никто у нас не упал И ранг Семьдесят пятый Но зато Лига Мастеров Одна звезда Так, заберем здесь награду Пойдем Пройдем с тобой Серию испытаний Сюда заглянем Почему Крисиный Король У меня стоит на первом месте? Вот объясни, пожалуйста Сфига ли он встал На первое место-то? У нас там всегда Обычно стоял Либо Армагон Либо Я не помню Там Бакстер-Стокман стоял, да? Да Когда-то в свое время Он там стоял А сейчас Крисиный Король Туда перебрался Понимаешь ли? Ну-ка Ну-ка И волной дожариваем Изи Просто превосходно Расколбасил только шорох Так, заберем награды И пошли теперь Так, друзья мои А мы определились Кого прокачивать дальше? Я понимаю Я понимаю, что мы с тобой Донателло Где он, кстати, у нас? Донателло Видение будем добивать, что ли? 73 уровень Так, что нам нужно? Три камня Ну, не камни Они называются Маяки Но для нас Это обычные камни Так, один 137 телепортов Это нам не нужен Опять нам выпадает Этот камень Талик Да вы серьезно? Что-то припадает Парил у меня С этим маяком Постоянные, блин, проблемы Вот постоянно, ребят Проблемы Его в плане поиска Так, только второй А нам нужно три Издевается надо мной, да? Есть Все, ребят Все, ребят Нашел три камня Теперь еще нужно Восемь книг найти Книги у нас еще Книги в обычном переплете Фиг ли они это Так-то две Получается, да? Ага Пицца кончилась Забираем наши награды Здесь все И бежим И бежим, ребят, сюда Но это мы проходить не будем Вам советую А меня вот это в данный момент Интересует Поехали Раз, два, три, четыре, пять Ох, команда топ Я бы, наверное, из этой команды Убрал бы Наверное, слэша На-ка Получи по башке Че? Ха-ха-ха Кунаичи, ты Че? Так, ребят Шутки с шутками Но это А че она так Че-то я не пойму Мы обычными атаками Бьем Как будто По головке гладим Ну-ка давай Массовую Сейчас посмотрим Как массуха будет брать Небо и земля, ребят Массовая атака И обычные Одиночные атаки Да Ну давай Торнадо Добивка И еще одна добивка Ну все очень круто Снаряжение Негодники Ну че, ребята, фармим Еще раз напоминаю Мы собираем здесь Эксперт снаряжения Это вот этот вот Желтый орнамент Есть Есть Слушай, ну круто Мы с тобой Очень быстро Его получили Считай, с какого С третьего ролла, да? Даже не ролла А с третьей попытки Роллы мы с тобой Здесь не делали Мы ничего не крутили Ну-ка Ага А если вот Веером, например, ударить? Ага Веер, значит, отнимает Где-то 50% От общего количества ХП Но это очень мощная Атака у Макмана Пробивной удар В грудак Он сразу выносит Так, здесь Делаем Мне вот эта вертушка, ребята Вот у Саги Напоминает почему-то Вертушку Как вот у Лео Давай своим Толстым задом прыгай Ага Нормально Так И последняя волна Давай, наверное, торнадо Здесь сделаем Че Этот Этот Сыч Еще и выжил Я про Джастина Че-че Ну этот Джастин Блин, нифига Этот парень Разрушитель-то Крепкий Оказывается Малый Так Легко Не взять На храпом Так Ну что, ребята Мы прошли Здесь Снаряжение Негодники И Давай Тоже фармить Эксперт Снаряжение Снаряжение Негодники Выпало Китайский Фонарик К сожалению Не получилось Ребят Пицца Кончилась Не нашли Но Не забывай Что еще есть День Даже Два Дня И все Это может Исправиться Единственное Ребята С бабками Проблема С телепортами Проблема Сколько у меня Матогена 5000 Вот Донателла У нас 73 Да, 73 Это еще 27 уровней Это Дофига 27 уровней Это много А потом Будем определять С кого Следующим Нам Прокачивать Ну У меня Складывается Впечатление Либо Мотогеноида Либо Вот этого Леонарда Ролевого Есть такие Подозрения Ребята Уже Пишут Заранее Кого Следующего Раз В платиновый Шенигами Говорят Переведи В платиновый Ранг Ребят Что вы думаете По поводу Шенигами Я Что-то Как-то Не совсем Уверен Что Это Лучший Вариант Для Перевода В платиновый Ранг Но Я хочу Услышать Ваше Мнение Так что Пишите Если вы Поддерживаете Этот План То Конечно Переведем Его В платиновый Ранг Но У нее Нет массовых Атак Сразу Предупреждаю Вообще Ни одной Плюс Она Еще Ребят Когда Выпускает Летучих Мышей Она Себя Автоматически Вгоняет В дебаб Поэтому Хорошо Подумайте Перед тем Как Делать Какой-либо Вывод И Предлагать Я бы Наверное Вот этого Роксты Перевел Еще Как-никак Есть массовая Атака Это именно Горелка Которую Он поджигает Врагов У Рокула Неплохой Массовый Ну Массовая Атака Разбрасывает Этими Кинжалами В общем Бросает Хлавис В лицо Противнику Ну И по Классике Конечно Роксты И тому подобное В которых Есть Выстрел С водяной Пушки И так далее И тому подобное Так Ну что Друзья Мои А на этом Все Всем удачи И до новых Скорых Видосиков